Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено моим новым ароматам. У меня появилось несколько новых ароматов, и я хочу с вами поделиться такой, ну что уж, радостью, что уж там говорить. Элвис там сидит, видите, да, игнорирует, но, может быть, придет к нам тоже, поддержит мой канал. Первый аромат, который у меня появился неожиданно, это вот такой аромат Com de Gerson, двойка. Он считается у них женским, но на самом деле, мне кажется, это такой унисекс. Вот такая у него коробка, и внутри он был запечатан вот в такой вот пластиковый мешок, ну и вот сам аромат. Я о нем уже говорила в предыдущем видео о ароматах Com de Gerson, ну, так, немножко еще расскажу. Com de Gerson для меня вообще одна из таких знаковых марок. С них началась моя любовь вообще к парфюмерии, а с дизайнера Рейкова Куба у меня началась любовь вообще к моде и к искусству даже. Ну, в общем, они меня вдохновили вообще на многие свершения, если можно так сказать. А двойка аромат, ну, для меня про типографию, про газеты, про книги, про чернила, про какой-то вот, знаете, такой суматошный офис. Вот в офисе происходят какие-то там постоянно катаклизмы. Вот что-то такое в нем есть городское, энергичное, бодрое, но в то же время очень притягательное, необыкновенно... Знаете, этот аромат настраивает на такой философский лад, когда вы в нем находитесь, хочется как-то вот... Хочется творить, что ли, хочется что-то сделать такое творческое, может быть, что-то нарисовать, может быть, написать стихотворение, может быть, там, не знаю. Ну, вот у меня так, на меня действует так этот аромат Комте Герсон двоечка. Очень яркий здесь запах чернил, если любите чернила в ароматах, то, пожалуйста, попробуйте, понюхайте. Здесь вот я прям чувствую такой красивый чернильный дух, он бесподобен. Это была первая моя новинка Комте Герсон. Более подробнее я не рассказывала в видео о ароматах Комте Герсон, кому интересно, посмотрите. Итак, следующие два аромата. Ну, у меня еще будет один аромат, но он такой, знаете, королевский, королевский такой аромат. Ну, я его оставлю напоследок, а сейчас такие, ну, менее королевские, но тем не менее любимые. Сержики, лютансики. У меня два аромата появилось, это мы с подружкой поменялись. Оказывается, так здорово. Они у нее стояли, у меня какие-то ароматы тоже стояли, я ее не пользовалась, она не пользовалась этими. Ну, и она говорит, давай. Я говорю, а почему нет, давай. И вот так вот удачно поменялись мы с ней. Первый аромат, о котором быстро расскажу, потому что уже говорила о нем очень много раз. Это такая моя запасной парашют. Это мой любимый Ширги. И посмотрите, это целый Ширги. У меня вновь мой любимый Ширги. То есть у меня есть мой флакон, там уже вот прям вот столько, я не взяла чего-то его для видео. Ну вот, верьте мне на слово, там уже прям совсем на донышке. И вот сейчас у меня вот мой любимый, снова теплый, горячий, зимний, моя грелочка, моя любовь. Как я его люблю, как я люблю эти пряности, как я люблю этот табак, как я люблю этот мед. Это, ну, это бесподобный аромат. Он прекрасный, это вот, знаете, ну, это вот мое тепло. Это аромат теплоты, аромат добра, аромат счастья, света, каких-то воспоминаний. Прекрасные Ширги, не буду больше о нем говорить, потому что уже много говорила о нем в предыдущих видео, в разных. А следующий аромат, это новинка, у меня его никогда не было. Это Флёр Д'Оранж, Флёр Д'Оранж, Серж Лютанс. А здесь он уже немножечко израсходован, ну, совсем чуть-чуть. Очень красивая такая золотая жидкость, янтарного цвета. И для меня это просто идеальный жасмин. Это такой красивый, яркий, яростный даже до головной боли иногда жасмин. Ну, и Флёр Д'Оранж, камень, конечно. Но для меня это все-таки аромат не о апельсиновом цвете, это аромат о жасмине. Я посмотрела специально пирамиду, там много там белых цветов. Там, по-моему, даже тубероза есть, там даже есть роза. Но я их не слышу, я слышу только жасмин. Такой, знаете, вот прям, который вот всегда ищешь в парфюмерии, и вот он тут, пожалуйста, нежданно-негаданно. Это прекрасно. Аромат яркий, аромат очень такой стойкий. На удивление, знаете, для Лютанса многие жалуются на его стойкость. Но у меня как бы не было с этим проблем. Я вообще люблю ароматы, которые не очень стойкие. Ну, как не очень стойкие? Ну, там до шести часов, до пяти нормально. Потом я хочу уже что-то поменять. А бывают же ароматы, которые вообще целыми днями длятся. Вот этот вот аромат, он длится очень-очень долго. То есть, если вы утром его одели, ну, на моей коже, не знаю, утром вы его одели, и он чуть-чуть отступает, только ближе уже к вечеру, ближе уже к ночи. Поэтому в течение дня баловаться с флаконами, менять ароматами, в этом конкретном случае, наверное, все-таки не получится. Fleur d'Oranche прекрасен. Я вот, сейчас у нас очень прохладная погода. Я его пару раз надевала. Как он шлифит, как он играет, как он, знаете, я вела машину. И буквально вот у меня был один нажатий вот сюда, вот спрей я сделала. И просто вся машина благоухала, весь салон. Каждый раз, когда я рукой вот, ну, вот как-то, что-то делала, какие-то жестикулировала, меня вот просто накрывало облаком вот этого цветущего жасмина, вот самого-самого такого, знаете, вот в пору. Он не медовый, он, наоборот, более такой не горький, а как бы пряно-яростный, кричащий. Вот такой вот истеричный немножко жасмин, но очень красивый. Очень-очень красивый аромат, Fleur d'Oranche, мне очень нравится. Мне очень нравится, сейчас у нас прохлада, и он прям очень красиво раскрылся, хотя я раньше думала, что это, да, это идеальный летний аромат. Ну, посмотрим, подождем теперь уже нашего лета, и как он заиграет в летних красках. Fleur d'Oranche. Очень я довольна этим обменом. Не буду говорить, на что менялось, это как бы личные дела. Итак, следующий аромат у меня, как обычно. У меня, как обычно, Фредерик Маль. Фредерик Маль, кто меня давно смотрит, знает, что очень люблю я Фредерика Маля. Для меня это вот прям, знаете, вот прям топ-топ-топ. Соотношение цены и качества. Я верю в этот бренд, я верю в эти духи, в эти ароматы. Они для меня вот реально, ну как, они работают на мне. Они на мне работают, они заставляют почувствовать меня вот, в каком бы я была в настроении, в какой бы я ни была вообще эмоциональном плане, вот как я настроена. Когда я в этих ароматах, я обо всем забываю, я чувствую себя просто грандиозно, на сто процентов. Ну, королевой, не королевой, ну, в общем, как-то вот так. Не знаю. И когда я, знаете, когда вот выпадает шанс у меня приобрести новый аромат, ну, конечно же, number one это Фредерик Маль. У меня всегда в списке идет Фредерик Маль. И я иду за одним ароматом, а покупаю какой-то другой всегда. Вот всегда у меня так было. Я не знаю, то ли меня как-то накрывает в магазине. И, короче, в этот раз я шла за ароматом Un Rose. Что-то я тут поправляюсь, поправляюсь. Нравится мне сегодня, как у меня волосы, так красивые, чистенькие. Un Rose. Un Rose, я шла за ним, шла, 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 пришла и купила другой аромат. Я купила вот этот аромат. Разрушительный мускус. Разрушительный мускус. Маурис Руссел, если я правильно произношу. Я к нему подходила не раз. Я к нему подходила не раз. Мне он всегда нравился. Моя ошибка была попробовать его летом. И летом он открылся просто ужасающими табакованилями Тома Форда. То есть я люблю табакованиль, но, честно говоря, уже надоело. Уже надоело. И для меня уже всё. Прошла вот эта история любви к табакованил. Хотелось что-то другого. Ну, я как-то, знаете, разрушительный мускус. Мус-кроважёр для меня был табакованил Тома Форда. Как это ни удивительно. Была жара, было жара, было лето. Ну, вот он так раскрылся. Он так раскрылся. Я даже хотела его смыть. Ну, как-то вообще. Не моя тема. Ну, что вы думаете? В этот раз я нанесла. Никакой табакованил не было. А был прекрасный аромат счастья. Аромат счастья, тепла. Сейчас я вам его открою. Аромат просто, вот, знаете, какого-то восторга. Ну, знаете, когда ты покупаешь аромат Фредерик Маль, это вот всё время праздник. Для меня это всегда праздник. Этот аромат, конечно, не стал исключением. Сейчас у нас зима. Сейчас у нас холода. И этот аромат просто как палочка-ворачалочка. Вот у меня будет он, у меня будут шерги, и я не замёрзну. Я не замёрзну, я не заболею. Мне будет тепло, хорошо, уютно, счастливо. И не нужно даже вот специально какие-то меха одевать. Ну, это так образно. А что и в этом аромате? Он горячий. Он тёплый. Он окутывающий. Он уютный. Он, знаете, несмотря на своё название разрушительный мускус, для меня ничего такого в нём разрушительного, вот какого-то, какой-то вызова нет. Он для меня, наоборот, какой-то вот прям уютный и трепетный. Не домашний, конечно. На свидание я бы в нём пошла. Обязательно. Он такой притягательный. Ну вот, именно разрушения в нём нет. Не знаю, может быть, на мне это хорошо, у композиции так раскрылось, что никакие не выпирают ноты. Всё очень гармонично, всё очень слажено. Аромат играет в течение дня на коже просто вот, знаете, пронзительно, великолепно. Знаете, вот я тут слышу и ваниль, я тут слышу какую-то гурманику, я тут слышу дерево, я тут слышу какие-то пряные травочки-муравочки, я тут слышу булькающий чайник с какао где-то, круассаны свежеспечённые, глинтвейн вечером, потрескивающий камин. И всё это где-то в каком-то шато во Франции происходит, снежок за окном. В общем, вот картина такой вот, знаете, киношного, киношной красоты, киношных вот этих вот счастливых моментов, вот она вот в этом аромате присутствует. И когда вы его носите, вы тоже чувствуете вот это вот счастье. Счастье — это тепло, это вот просто вот какую-то пледовую уютность, кашемировость и так далее. Но при всём при этом он очень даже секси, очень даже секси, и поэтому куда-то на свидание, куда-то под какой-то вечерний наряд тоже очень гармонично будет подходить. Муск-проважёр, разрушающий мускус, мой новый аромат от Фредерико Маля. Я вот, знаете, ну я в восторге, чушь-то. Я в восторге, я под впечатлением. Аромат держится хорошо, аромат держится, ну вот весь день смело могу сказать. А на следующий день ещё, знаете, выдаёт какой-то такой шоколадно... Какао, знаете, какао, шоколад, вот что-то такое вот всё-таки ещё остаётся на коже, и это уже на следующий день. То есть стойкость, конечно, тут. Ого-го! Ого-го! Стойкость, шлейф. Про него заметили, про него мне сказали, какой красивый аромат. Это было очень приятно. Всё, разрушающий мускус, мой новый аромат. Вот поделилась с вами, надеюсь, вам понравились мои эмоции. Вот так вот с первого дубля сразу записала. Не буду переписывать. Это вот прям вот всё от души, от сердца. От сердца для вас моя радость. С вами была Алёнка Блок. Пишите, какие у вас появились новинки, какие у вас появились новые ароматы. Мне будет очень интересно. Всё, всем пока! Чао-чао! Элось так и не пришёл. Пока-пока!